Представители Организации Объединенных Наций посмотрели, как налажен быт беженцев в Саратовской области. На базе региональной миграционной службы были организованы учебно-методические сборы. Члены ООН увидели, как живут вынужденные переселенцы и узнали, чего им не хватает для комфорта. Тему продолжит наш корреспондент. Как комбинированный центр временного размещения, пункт в Красноармейске действует уже почти два года. Сегодня большая часть здешних обитателей – беженцы из Украины. Как налажен их быт, посмотрели представители ООН. В Саратовской области проходят учебно-методические сборы. Члены Организации Объединенных Наций говорят, все необходимое для жизни вынужденных переселенцев есть. Единственное, чего им дать не могут – уверенность в будущем. Они приехали сюда, они по своей воле, они вынуждены приехать. Независимо, как постолька, сколько государство постарается предоставить то, что угодно. Не только юридическую защиту, но и материальную. Так что надо крыши над головой, пищи, одежды. Но все равно бизнесам трудно жить, как бизнесам в чужой стране. Существуют проблемы с трудоустройством, особенно в районах. Вакансий немного и в основном требуются специалисты узких профилей. Но, говорят представители центра, те, кто уже решился остаться в России, хватаются за любые предложения. Каждый индивидуально. Есть люди, которые для себя приняли решение остаться в Российской Федерации. Они сейчас получили статус временное убежище. Через год они хотят уже, допустим, вид на жительство и принимать российское гражданство. То есть они возвращаться не собираются. Они говорят, что нам некуда возвращаться. Представители ООН со своей стороны всегда готовы подсказать и направить в решении проблем вынужденных переселенцев. Если понадобится, то мы всегда готовы оказать помощь в виде нашей экспертизы и опыта, как мы сейчас делаем. Вот сейчас организовали этот маленький семинар на один день, чтобы мы меняли опыты. А так в денежном виде Россия сама справится со всеми беженцами с Украиной. Сейчас так, что нет никаких проблем, пока не видим. Проблема остается лишь в ситуации, сложившейся в Украине. До тех пор, пока военные действия на территории страны полностью не прекратятся, беженцы не смогут быть спокойны за свое будущее и своих близких. Александр Филин, Елена Губенкова, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.